Приветствую вас и хотел бы я вас спросить, откуда такой страх у вас перед такой ситуацией? То есть откуда он у вас возник? Ну вот после дня рождения, да, вы там не помните, не помните, как доехали домой? Ну нормальная житейская ситуация. Утром, видишь, все были на месте, просто промахал память, не могу с этим жилить, может что-то было или меня водитель насиловал. А вы знаете, обычно есть определенные следы того, что над вами было совершено какое-либо насилие. То есть обычно есть примите, то есть это определенные синяки, определенные следы, определенные ощущения именно у вас, как вы. И так далее. А если ничего этого нет, то соответственно говорить о том, что у вас что-то произошло, оснований говорить о том, что у вас что-то произошло, ну нет. Просто потому что это не появляется просто так, и это, как правило, совершенно не проходит бесследно для человека. И в частности для женщины это не может пройти бесследно. Вы бы обязательно заметили бы какие-то проявления, так скажем, подобных действий над вами. Другое дело, что куда более серьезен тот факт, что, например, вы чувствуете правал в памяти. Вот это вот куда более, на мой взгляд, серьезно, потому что провалы в памяти, они, к сожалению, не возникают просто так, и если провалы в памяти есть, значит у вас действительно может быть что-то серьезное происходит. И здесь я бы рекомендовал вам просто, может быть, не употреблять алкоголь в таких количествах, в каком вы, может быть, его употребляете или употребили тогда. Тогда и, соответственно, переживания у вас тоже не будет. Ну и отдельно, конечно, очень важно то, почему вы боитесь так вот того, что с вами что-то сделать. То есть откуда страх этот взялся у вас? А почему он у вас есть этот страх? Он же у вас, наверное, не первый раз возник, он же у вас, наверное, когда-то возникал уже, скорее всего. Вот я вот как раз и хотел бы, чтобы вы постарались пояснить, откуда он у вас взялся и почему. Вот именно с причинами страха, именно с тем, почему стало возможным вот то, что вы боитесь таких вещей, вот именно с причинами страха, я полагаю, можно работать и можно с этим уже что-то делать. А пока я думаю, что ваши страхи, они совершенно необоснованные и выслушены из пасть. То есть нет никаких оснований полагать, что с вами там что-то произошло. Еще раз напоминаю вам одно, что вы бы заметили, вы бы обязательно заметили, вы бы не смогли не заметить просто того, что с вами произошло. То есть вы бы обязательно увидели бы соответствующие признаки у себя в руках с вами, но этого не было и я думаю, что никаких неприятных вещей с вами никто не делал. Вот поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь, вот, и просто живите дальше спокойно, только все-таки не доводите до вот таких моментов, чтобы вы полностью теряли контроль над собой и над своей жизнью, над своим телом. Так что понятно, что сейчас все обошлось, но в будущем, если вы будете подвергать себя опасности, то ситуация может быть уходя. И ладно, вас не изначилуют, но ограбить или отобрать все ваши ценности, выбросив вас при этом на улицу где-нибудь, это вот вполне может быть. Потому что, как сказал мой коллега, сейчас таксистов интересует именно заработок, а если он видит пьяного клиента, то, соответственно, он легко может все отобрать. Тем более, если пьяный, то он не запомнит ни лица, ничего, все отобрать, выбрать с чего, а в диспетчерской сказать, что все, заказ выполнен и все. Вот, дабы этого не произошло, старайтесь так не напиваться, либо ездить с кем-нибудь, то есть не чтобы одна вы ездили в такси. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.